Добрый день, я Таня Давыдова, понятный психолог. И сейчас вы увидите один из фебинаров, который я проводила. Это была большая работа, около 50 онлайн-встреч на очень важные, такие глубокие темы. Возник запрос о том, что здорово было бы сделать некоторые регулярные встречи, на которых мы можем обсуждать важные темы, можем вопросы какие-то обсуждать, где это будет некоторое такое жировое общение. И вот ответом на это было, собственно, кофе с коучем. Это было раз в неделю на регулярной основе. И было порядка 55 встреч, порядка 2000 участников. Каждый раз я готовилась, и каждый раз приходили люди. И категория обычно это от 20 до 55 лет. И это были постоянные слушатели, которые переслушивали это видео. Я знала, что люди из машины присоединяются к вебинарам нашим, до дорожки спортивные тоже присоединяются. Я понимала, ощущала, что это очень важно и ценно. И я в каждом вебинаре в этом постаралась вложить самое ценное, самое главное. То есть вот мы берем какую-то тему, а в принципе там про отношения есть часть вебинаров, есть про успех, про личную эффективность, как планировать лучше, как лучше быть, ну как вообще прийти к некоторой эффективности. Есть очень большой пласт про любовь к себе, про то, как понять себя, как найти собственный путь. И каждый через это видео может найти что-то для себя, что-то актуальное, что вас сейчас волнует, допустим. Вебинар построен так, что я могла ответить на вопросы, мы могли вместе сделать упражнение какое-то. То есть мы проживали какой-то совместный отрезок пути. Если эта тема отозвалась у вас, тема вебинара, то предлагаю вам досмотреть до конца. Я верю, что вы найдете что-то очень полезное в том, что я говорю, то в тех примерах, которые я привожу, и в тех техниках, которые там будут. Ваши вопросы, комментарии, которые будут возникать по походу этого видео, пишите, пожалуйста, под ним, и я с радостью отвечу. Вопрос к вам, наверное, да. Как вы принимаете решение? Буквально пару слов. Есть ли у вас какой-то алгоритм, может быть, да, или как вот вы понимаете, что вы делаете для того, чтобы принять верное решение? Как ждете его, пишете плюсики-минусики на листике, да, уходите в лес думать? То есть есть ли у вас какой-то вот для вас такой правильный, знаете, опробированный способ, как лично вам принимать верное решение? Потому что на самом деле ведь чем больше мы знаем себя, да, чем больше мы в контакте с собой, тем, собственно говоря, нам должно быть проще и через это узнавание самих себя, да, мы должны понимать, как я принимаю верное решение. Нужно сказать, что на самом деле, если мы никак к этому подходим, мы никак это не принимаем через разные-разные подходы, да, то решение принимается автоматически, как правило, из головы и принимается по шаблону. То есть если мы как бы не фиксируемся на этом, ничего специально не делаем, обычно, да, оно похоже на наше предыдущее решение. И если вы не очень доволены, например, теми результатами, которые у вас есть и вам важно их изменить, то важно поменять способ принятия решения, да, потому что если такой способ приводит вас к таким результатам, то для того, чтобы это изменить, надо понять, как мне принимать решение относительно своих действий. У меня из головы... Хорошо. А я вам сегодня расскажу на самом деле и подход из головы, и другой подход, да. И вы соотнесете их, да, и, может быть, как-то расширите свое представление о том, как можно принимать решение. Помните, у нас, вот я не знаю, может быть, вы были, слышали, у нас была предыдущая тема, она была связана именно с саморегуляцией, вот одна из тем. И там мы пришли к выводу, что для того, чтобы правильно реагировать, да, между стимулом, который поступает, и нашей реакцией, должна быть пауза, да. То есть какое-то пространство, в рамках которого мы можем обдумать, мы можем как-то почувствовать и дать какую-то и спонтанную, автоматическую и часто разрушающую реакцию, да, а какую-то другую реакцию, да. Вот с принятием решениями, на самом деле, тот же самый принцип. Известная, наверное, пословица, вы ее тоже, наверное, представляете и помните, что говорят, за деревьями леса не видно. Помните такое, да? За деревьями леса не видно. А вот о чем это? О том, что мы так близко подошли к деревьям, что мы видим деревья, 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 а целиком картинку мы не видим. Вот в принятии решения то же самое. Для того, чтобы вам принять верное решение, и такое правильное для вашей жизни, да, для стратегических каких-то вещей, так, чтобы оно согласовывалось вот с путем, по которому вы идете. Вам важно отойти от проблемы, от задачи вот от этой, да, на какое-то расстояние для того, чтобы увидеть лес. На самолете, девушка, да, как раз когда мы поднимаемся над ситуацией, над задачей, да, мы ее можем рассмотреть, она не представляется для нас проблемной, да, потому что когда мы подходим к стене и поднимаем голову вверх, да, то как бы мы маленькие, она большая, да, и нам очень сложно из вот этого маленького такого состояния принять решение. А когда мы поднимаемся над картинкой, да, и смотрим сверху, то верное решение гораздо очевиднее, да, это называется такой полихоптер-вью, когда вы там в вертолете поднимаетесь, да, и у вас как карта, да, как вот в вашей жизни или ваши обстоятельства, ситуация ваша, когда вы над ней, вы не в ней, да, а вы смотрите как бы таким третьим лицом, да, таким человеком третьим, просто смотрите, как это устроено, как это происходит у вас. Значит, как мы принимаем решение вот из головы? Ну, а я вот часто, когда вот общаюсь с клиентами, да, есть люди, которые пишут плюсики-минусики, да, просто берут лист и вот, значит, как бы там уйти с работы, плюсики-минусики остаться, да, плюсики-минусики, да, дать там ребенку в такую школу или в такую школу, да, поругаться с мужем или там, ну, вот какие-то решения, купить машину или остаться на старой машине. Люди пишут плюсики-минусики, да, а хороший путь в нем плюс какой, да, что мы опять же, мы немножко абстрагируемся, да, мы как бы говорим, дай-ка я посмотрю на вот это вот, да, дай-ка я посмотрю плюсики, дай-ка я посмотрю минусики, да, то есть получается, что мы немножко абстрагируемся от этого, и это уже хорошо, потому что мы не в ситуации. Однако, если вы пишете плюсики-минусики, да, то могу вам сказать, что гораздо более вот эффективный путь, да, есть такой SWOT-анализ, да, если нет представления, просто можете забить в Яндекс SWOT-анализ, да, вот аббревиатура английская S, W, O, T, да, SWOT-анализ, он вот используется часто в бизнесе, я поскольку работала в компании вот Альфа-банкой, вот учила вот управленцев, то там это, ну вот из маркетинга тоже, да, и в бизнесе, да, SWOT-анализ, когда вы берете лист и делите его на 4 квадрата и пишете так же плюсики-минусики, как вы писали, но еще возможности и угрозы, да, то есть плюсы-минусы обычно это из текущего как раз, да, какой плюс в этом, какой минус в этом, а вот через SWOT-анализ, через будущее, а какие возможности, если я уйду с работы или куплю машину, или остаюсь с этой машиной, да, а какие угрозы и риски, да, то есть что возможно я потеряю, а что возможно мне придется преодолеть, да, и какие возможности откроются, да, то есть если плюсики-минусики это 100% гарантированные вещи, что точно, совершенно, там, куплю новую машину, потрачу такую сумму денег, надо ее будет вложить, то есть это вот очевидная вещь, да, а возможность, например, я как-то буду себя ощущать, там, да, или я буду лучше за ней ухаживать, это некоторая возможность, которая может случиться, а может и нет, да, и то же самое с рисками и с угрозами, да, то есть это то, что может произойти для вас, да, и поэтому свод-анализ это такая более расширенная версия плюсиков-минусиков, когда мы еще и сверху смотрим в будущее, да, что вообще возможно, и на самом деле это может помочь вам как раз подстраховаться, да, то есть увидеть более объемно это, и возможно вот эти вот риски, которые вы пропишете, вы потом подумаете, а каким образом мне их уменьшить, да, то есть это такой, в общем-то, вот аналитический подход, тоже он позволяет дистанцироваться немножко, да, вот, а я вам хочу сегодня дать еще один подход, который на самом деле легко совмещается со свод-анализом, он дает такую некоторую однозначность, да, вот ко мне приходят клиенты часто и говорят, я хочу понимания, да, я хочу внутри себя понять, я хочу определиться, да, и обычно они уже писали эти плюсики-минусики в голове, у них вот такая уже голова, от того, что и так можно, и так можно, и то, и все, а хочется какого-то, знаете, вот этого внутреннего согласия, понимаете, да, вот о чем я говорю, когда вот хочется такого решения, которое как бы было бы для вас некоторым таким однозначным и узнаваемым, да, вот какое-то решение, которое приходит вот так вот раз, типа да, точно оно, и вот, собственно говоря, сейчас вам вот расскажу подход, который, как мне кажется, позволяет именно создать такое решение, да, которое приведет к максимальному успеху, если хотите, счастью. Нужно войти в некоторое правильное состояние, да, вот состояние такое, ресурсное. Поставьте плюсик, если вы представляете, что такое ресурсное состояние, то есть вы его знаете у себя, да, или вообще вы понимаете, про что это такое. Ресурсное состояние, как бы, да, это там, где у вас есть ресурс, да, где вы ощущаете себя, как сказать, в лучшем своем состоянии, да, вот давайте сейчас сделаем такой с вами коротенький очень упражнение, вспомните, вспомните, пожалуйста, самый счастливый эпизод вашей жизни, да, какой-то день, может быть, какое-то событие, может, сейчас их было много абсолютно, да, вспомните, пожалуйста, что-то такое, где вы были очень наполнены и счастливы, и переживите ее, да, как будто вот вы там, вот прям вводите в тот образ, да, и прям почувствуйте его, вот такой он, вот такая я была, вот такая я была. Обычно он связан на самом деле с тем, что все хорошо, у меня все получится, я классная, там, я красивая, ну, вот у всех, да, это какое-то состояние, такое наполненности, легкости, обычно связанное с желанием отдавать, потому что вы переполнены, да, и у вас есть что отдавать. У всех, конечно, понятно, специфика есть своя, да, вот это вот, это один из ресурсных образов, да, это некоторое состояние внутри вас, как бы полнота, да, ваш ресурс, да, то есть у вас есть ресурс вот этот вот, чтобы там делать, что-то преодолевать, любить, отдавать, вот, понятно, да, то есть вы наполняетесь чем-то, вот это вот ресурсное состояние. Оно бывает в прошлом, оно бывает и в будущем. Собственно, я как коуч, обычно мы с клиентами как раз, когда конструируем будущий образ и новую цель, и куда вообще человек идет, мы как раз проживаем, конструируем этот образ в будущем. Все важные решения принимаются только из ресурсного состояния, потому что когда вы принимаете решение из, ну так, ущербного состояния, да, то есть когда у вас не хватает что-то, вы не верьте в свои возможности, вы, вот, как бы из такого, понимаете, когда вот вы вот такая вот, подходите к проблеме или к задаче, вы принимаете такое же скукоженное решение. А для того, чтобы принять стратегически перспективное решение, да, и то, за которое потом будет приятно, пускай оно даже будет трудным для вас, да, его нужно принимать из полноты, понимаете, из понимания того, что у меня есть выбор, я все смогу совершить, я хорошая вообще, понимаете, я потенциальная, со мной все в порядке. Когда вы принимаете из такого первое состояние решения, да, оно другое, понимаете, оно то, которое приведет вас к повторению состояния такого, да, вот, то есть первое, собственно говоря, важно принимать решение в правильном состоянии, вот именно в наполненности, в понимании. Второе, важно, как вот опять, да, подняться на самолете на этом и понять, а куда я хочу прийти, куда я вообще иду, какую я хочу жизнь в связи с этим. Ну, допустим, да, вот такой пример такой вот у меня всплывает. Женщина, вот прямо вот из практики, да, работает на хорошей очень работе, оплачиваемой высоко, она руководитель, под ней подчиненный, ее любят, ценят, но она мечтала не об этом вообще, да, и все ее сердце, оно хочет в другую, вот, туда идти, умело совсем, да, и понятно, что есть риск, и понятно, что там меньше денег, но там она вот ощущает, ощущает позыв такой, она хочет в этой области работать, да, и когда мы принимаем из сегодняшней точки, что типа, ну, там, деньги потеряют, там, да, ну, вот надо будет работу искать, да, вот мы как бы из сегодняшней точки смотрим, то скорее возникают опасения и страхи, потому что наш мозг, да, он хорошо принимает решения про пройденные уже такие задачи, понимаете, те, которые у нас были раньше, он их легко вот решает, как семечки щелкает, а которые будут, которые новые, которые он не знает пути, он скорее, ну, подтормаживает у нас, да, происходит, поэтому нам важно подняться над этим, да, и посмотреть, а куда я хочу прийти, да, и когда вот мы с этой клиенткой работали, да, как раз мы работали жизненными ценностями, вообще с видением ее там себе в 50 лет, что она хочет оставить после себя в этой жизни, и вообще, как она себя видит, и как она будет счастлива, и когда она принимает решение с той точки, понимаете, решение приходит к другой совсем, да, оно приходит более такое искреннее, более настоящее, оно иногда более трудное, да, но это уже, как бы, вопрос пути, вот, поэтому рекомендация такая, да, надо войти в правильное состояние про себя, да, в ресурсное, да, надо подняться над картинкой, вот над этой вот, что, как бы, есть решение, и посмотреть, вот я могу так поступить, вот я могу так, куда это приведет меня, да, и просто прокрутить это, не знаю, там, на год-два, да, просто начать смотреть на перспективу, куда это приведет меня, вот еще я пять лет, три года останусь на этой работе, что будет со мной через, там, пять лет на этой работе, какая я буду через пять лет, если я останусь на этой работе, первое, вот уволюсь я, начну искать новую работу, найду какое-то там умение, высокоплачиваю, но вот такую, какую я хочу, а что в этом случае через два года произойдет со мной, какая я буду, и у вас рисуются два образа, понимаете, вот вы такая, и вы такая, и родится какой-то ответ, а какой я хочу-то быть, а какая я на самом деле настоящая, да, понимаете, и оттуда, как бы, ну, гораздо принять решение легче, и понятно, что в этом случае, да, конечно, она понимает, что еще два года на этой работе, она отнимает время у себя от того пути, который она хочет пройти, а за те два года на новой работе она уже может прийти к чему-то, да, то есть, конечно, будет, может быть, и непросто, но она уже начнет этот путь, а через пять лет она уже вообще в этом будет, как рыба в воде, да, и, собственно говоря, будет вот это моральное удовлетворение, ощущение к реализации, а там с каждым годом все больше себя будем грызть, что почему же я не ушла и не попробовала, да, и, да, вот этот вот взгляд в будущее, да, в такое, к чему это приводит, вообще-то очень большая, как бы, очень большая вещь такая, очень-очень важная, да, где даже, смотрите, вот на фотографии вот у девушки, так она смотрит вдаль, так очень, в общем-то, вот осознанно эта фотография выбрана. Вот еще, наверное, знаете, есть критерии важного принятия верного решения. Обычно, знаете, наступает некоторое успокоение, то есть тут, конечно, могут быть всякие мысли, а как это, а что это, но внутри вас приходит такое, знаете, как бы некоторое вот успокоение, что так правильно, вот что да, вот так, вот такое, знаете, какое-то будет как ощущение такое, то успокоение вот отпускает вас, что да, действительно, это правильный для вас путь. И, конечно, здесь очень важный такой пункт, что чем вы больше в контакте сами с собой, чем вы больше на пути саморазвития и вообще как-то изучаете сами себя, тем вам легче и легче принимать эти правильные решения, они у вас уже, вы меньше задумываетесь даже, да, то есть потом происходит автоматическая реакция вот отсюда, когда вы принимаете решение. Хочу вам пожелать изучать самих себя и при принятии важных решений попробуйте абстрагироваться немножко, да. Еще, наверное, важную вещь одну скажу, что иногда, знаете, самые важные как раз решения, они приходят вообще очень важно, да, работать с расслабленностью, да, что когда вы, когда вот вам очень нужно принять решение, вы в него вцепились, что вот надо быть на сегодня, такое, очень сложно вот в этом, в разгоряченном или в каком-то таком эмоционально, когда накал эмоциональной силы, да, принять верные решения. А как раз вот это поднятие над ситуацией, оно дает некоторую расслабленность вашу, да, даже если вспомнить ученых, да, то очень же многим как раз ученым вообще их там вот открыть, они то во сне там, да, то в душу приходили, то там яблоко такого, да, то есть какие-то такие, ну, абсолютно не вот интеллектуальные, да, как бы вещи, когда это приходит, когда вы находитесь в некотором расслабленном таком ощущении, да. Поэтому желаю вам, да, работать именно с правильным состоянием внутри себя, потому что в нем ключ ко всему, да, и в нем все ответы, да. И когда вы исходите из вашего образа, куда вы хотите прийти, какой вы хотите быть и присоединяйтесь к этому образу, то тоже на самом деле приходят новые решения, новые вот ответы, да. При этом, если вам очень сложно пока работать так, да, возьмите себе SWOT-анализ, да, просто не плюсики-минусики анклюзируйте, а еще добавьте угрозы и возможности. Это уже очень расширит вашу карту мира, да, и даст вам этот взгляд в будущее, да. И плавно так потом перейдете еще и вот к будущему и к образу какому. Спасибо вам большое за просмотр. Ваши комментарии, вопросы пишите под этим видео, я отвечу. Я очень рада, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, что вам было полезно. По ссылке под этим видео вы найдете анонс моих мероприятий. У меня все время происходят некие платные и бесплатные мероприятия. Приходите, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok